Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Он вообще небольшой, поэтому я его зачитаю. Я очень сильно обиден на маму, на свою маму, и моя обида, мне кажется, не позволяет добиться успеха. Да, возможно, особенно если вы пытаетесь что-то или сказать. Вот, но здесь опять же момент, что вы понимаете, под успехом. Я на данный момент живу с ней. Я в разводе, имею двое детей, работаю, помогаю маме. Ну, я полагаю, что вам нужно как-то взять на себя ответственность за свою позицию. То есть, если вы обижен на маму, то, соответственно, помогать ей, наверное, не нужно. Она тоже может там, как бы, давать ей деньги, если хотите. Но, как-то, как-то нужно совместить обиду и помощь ей. Ну, получается странно, вы обижены, но, как бы, помогаете ей, да? Вот. А дальше, она все время недовольна. Я хочу выйти жить отдельно, но пока нет возможности. Как появится, я обязательно выражать отдельно. Как быть? Как быть, чтобы что? Как отпустить обиду? Отпустить обиду можно, если, ну, для начала, если ее прожить. То есть, один из ключевых моментов для того, чтобы прожить обиду, это ее прожить. Необходимо. Необходимо ее прожить. Прожить, выплеснуть, выговорить, проговорить. Это первое. А дальше, необходимо посмотреть на то, какие у вас, с одной стороны, есть ожидания от мамы. Это первый такой, ну, важный достаточно момент. Второй момент, тоже достаточно важный, это точка перепроса ответственности за то, что вы хотите, за свое желание. Которая лежит в основе обиды на маму. По сути. По факту. То есть, вот, как бы, ну, тонкость здесь, тонкость здесь в том, что вы чего-то хотите. Вот. И то, что вы хотите, то, что вы хотите, вы, как бы, прикладываете ответственность за то, что вы хотите, на свою маму. Ну, это, как бы, несколько деструктивная позиция. Это такая, вот, какая-то детская позиция. Это требование от мамы быть той, кем она не является. Так или иначе. Вот. Следующий момент, это, значит, то, что вам данная обида дает. То есть, так называемая, вторичная выгода. Также очень, очень важно разобраться в этом. Очень важно разобраться в том, что вам дает это, ваша обида на маму. Вот. Что вы получаете. И, ну, вот. Условно говоря, благодаря этой обиде, что вы себе позволяете. Вот. И, может быть, вы увидите для себя какие-то моменты, которые на данный момент, ну, которые на данный момент вам не есть. Следующая важная история заключается в том, что вы разведены. Вот. У вас не складываются отношения с мужчинами. Вот. То, что у вас не складываются отношения с мужчинами, это, как бы, тоже проблема. Это такая вот, я бы сказал, системная проблема. И ее нужно решать. Потому что у вас будут трудности с построением отношений. Может быть, эти проблематики в чем-то друг с другом пересекаются, перекликаются, но, тем не менее. Ну, то есть, то, что вы разведены, это не просто так. Ну, по-моему, вы в чем-то опять же, как бы, ну, копируете свою маму, да? Вот. Ну, вы копируете свою маму в чем-то, и это, ну, это тоже может достаточно негативно сказываться на вас. Вот. То есть, тут такая история, вот, достаточно, ну, достаточно вас. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Сейчас, как бы, сейчас вам требуется психотерапия для пролаботки обид. Вот. И, соответственно, это нужно, можно сделать в рамках беседы с специалистом. Вот. Так что, выбирайте себе психолога, вот, и начинайте консультироваться. Вот. Ну, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Вот. 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 Вот.